Вот наш парень, скоро у него день рождения, сейчас будем поездку ехать, собираться. Никуша, скоро день рождения, мы решили ему устроить небольшую поездочку, он еще, может, пока не понимает, но я думаю, через некоторое время поймет. Да, Никуша, поедем на машине? Все, ладно, в путь. Сидим в машине, вот Никуша сидит, помаши ручкой, походу ему понравилось, так что вперед, поехали. Итак, добрый день, меня зовут Александр, кто не знает, в свободное от работы время, люблю помогать людям, делать добрые дела. Сейчас мы отправляемся в Тбилиси, в Шаверни, это Замарниули, небольшой поселочек, расстояние где-то чуть больше 60 километров в одну сторону. Эта небольшая поездка займет 6 часов времени, но на моем видео всего лишь 6 минут. К сожалению, немного не смог снять, но то, что смог, поделюсь с вами, не перематывая, поэтому, может, немножко будет, как сказать, необычное видео, поэтому погнали вперед. Расскажу немножко о нашем герое этого фильма. Это женщина, которая не хотела попадать в кадр, попросила, поэтому я уважаю мнение людей, поэтому не стал ее показывать в своем видео. Но она действительно с рождения воспитывает и ухаживает за этим молодым человеком. Так что ей уважение и поклон от меня и, надеюсь, от вас, мои зрители. Парню 19 лет исполняется через пару дней, поэтому мы решили провести его в то место, где он раньше жил. Два с половиной года никуда из дома в Тбилиси не выходили, поэтому такая история. Приехали в поселочек, здесь корпус такой, раз, два, три, четыре, пятиэтажка, короче, стоит. Кобачки везде, курочки. Уже два года никуда не ездил. Сегодня у него поездка была небольшая, 60 километров проехал до этого места. Сейчас будем заходить в гости. Здесь вот такой цветы, полюсадничек, виноград и вот такой пятиэтажечка. Привык к машине, пообедал здесь, картошку, мяско в дом. Занесли его, он расплакался, ему там непривычно было, но вернули его опять в машину. Вот, через несколько дней ему будет 19 лет. Будем к разному день рождения. Да? А пока нужно дожить. Вот, сегодня очень красивые облака, природа. Здесь коровы, хозяйство есть. Вот там разные сарайчики. Вот там его квартира наверху на пятом этаже. Иде они жили до этого. Сейчас они живут в Убилиси тоже на пятом этаже. Скоро поедем обратно. Возвращаемся домой. Итак, вновь дорога. Возвращаемся в Убилиси обратно. Хотел рассказать немножко о парне, нико, которому уже исполнилось 19 лет, когда я монтирую это видео. В общем, он не разговаривает, живет в однокомнатной квартире. Никуда не встает с кровати. Женщина, которая за ним ухаживает, она кормит его, одевает, спит рядом с ним. В общем, все делает, ухаживает за ним сто процентов. Очень сильно любит его, обнимает, целует, разговаривает с ним. Ну, это за кадром все. А пока всего лишь 6 часов времени мы провели вместе, разговаривали по дороге с ней. Она много рассказывала из ее жизни. В общем, поездка была очень интересная для меня и полезная. Чувствую, что когда делаешь какие-то добрые дела для людей, которые немощные и нуждаются в помощи, становишься чуть-чуть добрее. Так что призываю вас тоже, делайте добрые дела и будьте добрее. И тогда мир будет добрее, и мы тоже будем добрее. В общем, на этом видео заканчивается. Кому понравилось, пишите, буду рад. Пока-пока.